Музыка Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире цены Западной Армении Гараяны. Вопросы армян Западной Армении. Армянская идентичность. Мир Зоян обсудил отношения Ереван-Баку с главой делегации ЕСЭ. Грузия надеется, что Ереван и Баку в ближайшее время подпишут мирный договор. Специальный докладчик ООН рассказал о вынужденных переселенцах Нагорного Карабаха. Культурный геноцид. Семья Гараян из села Кюратах-Гадрута. Во время 44-дневной войны понесла три потери. Гаригин Гараян и двое сыновей Давид и Вазгем погибли с разницей в несколько дней. Гаригин и старший сын отправились на войну добровольцами. Младший сын Давид был срочником, погиб 11 октября в Гадруте. Венера с младшим сыном, дочерью, с фекром и свекровью живут по найму в Ереване. Последняя радость в семье была накануне войны. Это день рождения младшего сына Мэгера. Уже утром раздались звуки взрывов. Давид решил, что будет воевать. Давид был военнослужащим, контрактником Мартуни. В первый же день войны со старшим сыном Вазгеном отправились в Аранду. Гаригин Гараян и Вазгем погибли в один день в Физули. Тело отца вывели с поля боя 15 октября. Тело Вазгена было найдено в январе. Давид был среди 72 солдат, которых 11 октября направили в Гатрут, где уже были азербайджанцы. Мама Венера обвиняет в гибели родных, принимающих на поле боя решение. Все трое погибли в результате неправильных приказов. В 2021 году Венера Гараян в одном из интервью сказала, 10 числа Гатрут был в руках турок. Почему отправили 72 человека в Гатрут? Подала в суд, но ответа так и не получила. Вечная слава павшим бою героям. С целью расследования создавшейся опасной ситуации и направления населения Мурат и оставшиеся после переговора в Ерзенке Аршак Джамалян созвали собрание. В своем выступлении Джамалян сообщает собравшимся, что ходящая российская армия оставляет после себя огромный запас оружия и боеприпасов, и армяне должны вооружиться и заменить российских солдат. Также сообщает, что на Кавказе создаются армянские воинские части и 40-тысячные подразделения российских армян уже сконцентрированы в Карсе и Саракамыше. Однако Мурат схептически относится к словам Джамаляна, говоря присутствующим, что не может доверять щедрым обещаниям данным Джамалянам заверением. Мурат рассказывает, что в Мамахатуне не смог остановить уходящих армянских солдат, которые, оставив оружие, спешили в тыл. По словам Арама Амирханяна, Джамалян также уверял, что у турок больше нет сил, и на линии Кахикемах-Мамахатун у них едва ли 4 тысячи солдат. Через два дня после этой встречи Джамалян уезжает в Александрополь далее в Трифлис. Первая информация об обнажении фронта доходит до Трифлиса в середине декабря. Генерал Ляхов телеграфировал съездки, что хоть и удалось сформировать несколько армянских род, однако они отказываются идти на позиции. В Трифлисе к этой информации относятся скептически. Генерал Ляхов еще в середине ноября встретился с Муратом Себастацы и заявил, что удержать российских солдат на позициях уже невозможно. До конца года на границе никого не останется. Предлагал принять резервы российской армии и любой ценой сформировать армянские подразделения для удержания фронта. Генерал отметил, что при уходе у них не было возможности взять с собой оружие и продовольствие, которых хватило бы для 60-тысячной воинской части примерно на год. Что происходит в Ерзенке после перемирия, можно прочитать на нашем сайте Western Armenia TV. Имя – это не только способ обращения, но и способ подчеркнуть национальные особенности. Армянские имена создавались на основе любви к природе, взаимоотношений между народами, освободительных движений и войн. Айк – первое имя среди армянских имен. Именем этого мифического героя армянское государство впоследствии было названо Айк Айастан Айер. По словам Уфсеса Хоринаци, Айк был пятым поколением Ноя, который победил Бело и заложил основы армянского государства. Родственные имена Айка, Арменнак, Арамаис, Арам, Ара преобладали в основном имена историко-мифологических героев. Однако после принятия христианства стали распространяться новые библейские имена. С годами список имен пополнялся новыми, многие старые личные имена придаются забвению. В армянских именах существовало четкое разделение на мужские и женские личные имена. Мужчин в основном называли в честь богов победителей и королей. Женщин называли не только в честь богинь и христианских деп, но и цветами, природными явлениями, драгоценными камнями. Наряду с именами важное значение в жизни армян имели и фамилии. В древности по фамилиям можно было узнать, чьим сыном или наследником является тот или иной человек. Значение фамилий на протяжении веков оставалось неизменным. Меняется лишь их состав. 90% армянских фамилий образованы сочетанием патриархального названия рода и окончания ян. Однако к ян не всегда прилагались патриархальные имена. Часто фамилии образовывались по профессии, например, неркарарян, бжжкян, дарпинян. Фамилии с окончанием уник, которые гораздо древнее, встречаются намного реже. Глава МИД Восточной Армении Арарат Мирзуян и руководитель депмиссии ЕСЭ в Армении посол Василис Марагоз обсудили последние процессы, связанные с отношением Ереван-Баку. Об этом сообщает пресс-служба МИД. В ходе встречи стороны коснулись введения усыновления долгосрочной стабильности в регионе, направленных на ее реализацию, в том числе региональных программ с вовлечением и поддержкой ЕСЭ. Стороны высоко оценили шаги по реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении ЕСЭ, эффективное притворение в жизнь экономического и инвестиционного плана. Мирзуян подчеркнул, что партнерство Восточной Армении с ЕСЭ основано на общих ценностях, и его дальнейшее обогащение направлено на обеспечение существенных ощутимых результатов для граждан и общества Восточной Армении. Грузия надеется, что Ереван и Баку в ближайшее время подпишут мирный договор. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарри Башвили в ходе двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Премьер-министр Грузии находится в Баку, где принимают участие в саммите специальная программа ООН по экономике Центральной Азии. Фабиан Сальвиоли, специальный докладчик ООН по вопросам продвижения истины, справедливости, возмещения ущерба и гарантии неповторения, выразил свою солидарность принудительно перемещенным лицам из Арцаха, высоко оценив готовность и приверженность правительства Республики Восточной Армении помочь им. В ходе пресс-конференции, организованной представительстве ООН в Армении, он сообщил, что его визит в Армению совпал с принудительным перемещением более 100 тысяч армян Арцаха в результате армяно-азербайджанского конфликта. Сальвиоли встретился с перемещенными лицами и ознакомился с процессом их приема в разных общинах. В беседах с ними он почувствовал их боль и говорил об их насущных проблемах. Он стал свидетелем масштабных работ, проводимых правительством, которые направлены на решение основных потребностей вынужденных переселенцев. Сальвиоли призвал стороны конфликта продолжить мирный переговорный процесс, связанных с ним представителей международного сообщества рассмотреть вопрос создания механизмов по сохранению материального и нематериального наследия армян Арцаха, что будет способствовать восстановлению справедливости, обеспечить возвращение пострадавших от конфликта военнопленных и перемещенных лиц в их населенные пункты, а также установить соответствующую компенсацию. Баку продолжает государственную политику уничтожения культурных ценностей Арцаха после тотального изгнания армян из Арцаха, мишенью которого на этот раз стал памятник Степану Шаумяну. В начале ноября 2023 года публикации международных телеграм-каналов показали, что на оккупированной площади Степанакерта снесен памятник Степану Шаумяну. Следует отметить, что памятник был мишенью вооруженных сил Азербайджана во время 44-дневной войны 2020 года, о чем свидетельствуют следы взрыва на площади Степанакерта в метре от памятника и бомбардировки постамента памятника. Бронзовая статуя была высотой 2,5 метра, авторами которой были скульпторы Сурен Степанян и Адебек Григориан. Пьедестал имел высоту 4 метра. Он был сделан из местного мрамора. Открытие статуи состоялось 1 мая 1957 года. Баку нарушил не только четыре принципа неприкосновенности культурных ценностей во время военных действий, но и положение Гагского, Женевского и Международного гуманитарного права о защите культурных ценностей на оккупированных территориях. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Хачека Аренца «Дзон Анмагнери». Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!